Радио Болтком Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Спывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня в нашей программе Очевидец Принимает участие моя коллега Очень давний друг И большой Большой любитель истории И главное Жизнеописатель Наверное, можно так сказать Латвийской науки Потому что всю жизнь Светлана Владимировна Личева Которая сейчас с нами на связи По скайпу из Екатеринбурга Всю жизнь она занималась Освещением темы латвийской науки Знакома была со многими Выдающимися латвийскими учеными Писала о них Делала с ними интервью И в общем То, что мы сегодня можем Почерпнуть О жизни Этой Замечательной Когорты людей Во многом Во многом Сделан Во многом Возможно Благодаря ее труду И мы с ней Когда-то работали Вместе в газете Советской Латвии Она была одним из моих Учителей в профессии Поэтому Светлана Владимировна Очень рада вас слышать Добрый день Добрый день Светсина от Илюся Очень приятно Итак, Светлана Владимировна Ильичева Сегодня в нашей передаче Расскажет о деле Ее жизни Еще одном деле Помимо того, что она рассказывала О латвийской науке Она буквально После студенческих времен Занималась темой Участия латышских стрелков В судьбе царской семьи В истории с расстрелом В Ипатьевском доме В Екатеринбурге И многие материалы Которые она смогла добыть Проанализировать Представить публике Являются уникальными И именно она является Их первооткрывателем И вот по материалам Этого расследования Жизни Светлана Владимировна Выпустила Несколько лет назад Книгу Она называлась След демона И в этой книге Наиболее полно Были представлены Материалы этого расследования Итак, Светлана Владимировна С чего началась Эта история Что вас побудило Заняться темой Расстрела царской семьи И участия Латышских стрелков В охране Ипатьевского дома И возможно В самой этой Экзекуции Ну, во-первых Я родилась В Екатеринбурге То есть В Свердловске Во-вторых Там стоял Особняк Который назывался Дом Ипатьева Горного инженера И этот особняк Привлекал внимание Тем, что Хранил в себе Историю Историю Расстрела царской семьи И когда мы В детстве Шли мимо этого дома Мой папа Известный Тогда На Урале Журналист Он сказал Что в этом доме Расстреляли царя С тех пор Я Пристально Как и многие мои Сверстники Наблюдала Как-то за этой историей Но Подробный интерес Появился тогда Когда Я в 1964 Году В Риге Познакомилась С Яном Мартыновичем Свитки Свитки Это Та личность Которой Начались Мои Так Исследования Он Себя Позиционировал Как Человек Который Привез царскую Семью Из Тобольска Куда направила Ее Бременное Правительство Керенского Привез Перевез Лично Екатеринбург И Раскрыл Три Заговора Ну Поподробнее Когда я Стала Этот вопрос Исследовать Я узнала Что Свитки Был Как он говорил Командир Отряда Особого Назначения Да Отряд Особого Назначения В Екатеринбурге Он Имел Походную Типографию Которая Выпускала Газету Успрекшу Задача Этой Газеты Была Состояла В том Чтобы Привлечь В Латышскую Дивизию Которая Воевала На Урале На Урала Сибирском Фронте С Войсками Адмирала Колчака Привлечь Латышских Стрелков Которые Участвовали В Первой Мировой Войне В составе Русской Армии Российской Армии Многие Из них И стали Впоследствии Выдающимися Деятелями Советской Власти Ну конечно Они В основном Были Репрессированы В итоге Но С Вики В тот момент Когда Расстреливали Саровскую Семью Это было В ночь На 17 Июля 1918 Он был В Екатеринбурге Он ездил Туда На Ганину Яму Куда Были Первоначально Свалены Трупы И Ужаснулся Он был Вместе С Белобородовым Председателем Урал Облсовета Ужаснулся Это он Мне Рассказывал Лично Сам Он Тогда Проживал На бульваре Падомью 14 В Риге Это была Сейчас Это бульвар Басте И там Ювелирный Салон Находится Короче говоря Вот С этого Все Началось Так подождите Значит он Был Вместе С Белобородовым На месте Куда Первоначально Были Перевезены Тела И Почему Он Ужаснулся Жестокости Ужаснулся Он сказал Они лежат Голые Они лежат Голые Свалены Тела Были Вот Его слова Документальные Совершенно Он Так Сказал И После этого Второй Раз Была Вторая Часть Так сказать Этой Операции Была Кислота Соляная То есть Серная Кислота Был Бензин Были Топоры Были Кострища Где Трупы Сжигали Обливали Кислотой И Расчленяли Но Дело В том Что В 1961 Году Была Встреча В областной Газете Уральский Рабочий С Участником Тех Событий Коммунистом Александром Медведевым Он Участник Захоронения Трупов Он Подробно Сказал Что Повторил Что Было Сделано В итоге И Подвел Такую Черту Он Сказал Что Все Останки Были Сброшены В глубокую Шахту Я В 1946 Году Это он Имеет Ввиду 1946 Я приехал Туда Это в районе Шувакиша Ну вот там Где Ганина Яма Где Сейчас Там Монастырь Где Болевства Совершаются Вот Я Пришел Туда Посмотрел Приблизительно Нашел Тот Увал Но Точно Не мог Сказать Все Затянуло Он был В 1946 А расстрел Состоялся В 1918 Вот это Первое Свидетельство Того Что Невозможно Найти эти Трупы Вернее Останки Ну а сейчас Такой Ажиотаж Понимаете Люди Вот в Екатеринбурге Превратили Преступление Вообще Вселенскую Трагедию Они превратили В какой-то праздник В какую-то гордость Они собираются Тысячами Толпами В ночь на 17 июля Они идут И многие Приезжают Из разных Концов Государства Но многие Из них Вообще Не знают Чего они пришли Помолиться Одну даму Спрашиваю Ну дама Она говорит А царь Был хороший человек Все Больше никаких Объяснений Понимаете Теперь устроили Экскурсию Допустим Вот Есть в Свердловской области Город Алапаевск Да Он На севере Области Там где Сестру Императрица Расстреляли Да 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 Сестру Императрицы Елизавету Федоровну И Константиновичей Константиновичей Это Семья Дяди Николая Второго Константина Романова Там Семью Там Расстреляли Потом Сбросили В шахту Но Это все Было Сделано Ужасно Люди Видимо Были Еще Живы Оттуда Доносились Тоны Судя по Рассказам Тех Кто это Помнил Короче говоря Это была Страшная Ужасная Трагедия Которой Говорить Мне уже В который Раз Просто больно Да Вот Там Они Они там Сделали музей В Алапаевске Теперь есть Маршрут Екатеринбург Алапаевск И в этом Вагончике Рассказывают О семье Романовых Понимаете Все делается Ну как сказать Не по-человечески Заработок Заработок Нажива Они Это надо Это вообще Такой грех Страшный И Не надо им Гордиться Вот назвали Улицу В Екатеринбурге Царской Никогда в жизни Там царь не ходил Не ездил Даже В мертвом Состоянии Да Ну Вернемся К латышским Стрелкам Итак Когда вы Познакомились Со Свикки Он В общем-то Рассказывал Ну Наверное Не без гордости О том Что он Участвовал В каких-то Событиях Которые Ну Реально Как-то Семь Я ожидал, что по заданию Ленина он их привез, эту семью. На самом деле конвоировали эту семью 80 штыков латвийских стрелков. 80 латвийских стрелков. Сводный отряд под командованием... Как он? Юровского нет? Я просто фамилию точно сейчас не произнесу. Она, конечно, у меня записана. Но на самом деле сопровождал её Хохряков, матрос, эту семью. И вот этот Родионов, но не Свики. А Свики об этом Родионове очень подробно написал следователь Омского окруженного суда Соколов. Ну, который первый расследовал обстоятельства убийства, да? Который наиболее профессионально. Сразу же после того, как город... Город же быстро взяли колчаковские войска, убирала Колчака. И Соколов провёл такое расследование. Там они копали. Там они находили вещественные доказательства. Эти кострища. Брали землю, которая под костром. В частности, хранится в голубой шкатулочке, которая принадлежала Александре Фёдоровне, русской императрице. Она хранится в Бельгии. Это самое, что ни на есть натуральное доказательство того. Ну, это вещественное доказательство. Там можно производить молекулярно-генетический анализ, сравнивать даже... Короче говоря, вот эти подлинные останки. А всё остальное – это уже легенды. Так Соколов всё-таки нашёл останки или нет? Или эту шахту, в которой... Соколов не нашёл останки. Он нашёл только вот то, что я говорила. Вот эта шкатулочка, пепел, кострища. А, нашли они собачку Джемми. Принадлежала великой княжне Анастасии, младшей дочери Николая Второго. Собачка Джемми маленькая, в рукаве она у неё была. Они её нашли вот в этой ганиной яме. Труп. Ну, и больше ничего. Он выпустил книгу в 1921 году в Берлине. Книга называется «Убийство царской семьи». Её легко можно почитать. Она теперь доступна. Я читала её в Библиотеке иностранной литературы. Я ведь читала, там, в Англиканской церкви находится эта библиотека. Сейчас не знаю как. Ну вот, я её читала в спецфонде до этом. Короче говоря, единственный человек, который посвятил свою жизнь исследованию этой истории, это был Соколов. А всё остальное от лукавого. Понимаете, они... Людям как-то хочется где-то, в чём-то прославиться. Но я думаю, что вот это какой-то престиж такой, имеет престиж какой-то на такой щекотливой теме. Он и руководил людьми, которые занимались все последние годы. Ну вот, захоронили неизвестно что. В 1998 году Ельцин присутствовал на похоронах. И сейчас последний скандал, который случился, это по поручению Следственного комитета специальная группа следователей вновь изучает подлинность захороненных, будто бы царских останков, царской семьи и её свиты. в Петропавловской крепости, там в маленьких гробах таких стоят они, как-то так не очень оформленные. И снова изучают они группу этих следователей. Ко мне обращался по заданию... Молодцова возглавляет следователь Молодцова, это последнее расследование. По её заданию приезжала в Екатеринбург группа её сотрудников молодых. Один из них по фамилии, фамилия интересная, безматерных, Игорь Андреевич. Он мне позвонил, сказал, что Молодцова просила со мной переговорить, но я в то время больна. Год-то неудачный, 20-й. Я очень больна была, я не могла с ними разговаривать, но это им не помешало. Понимаете, они там всякие новейшие технологии применяли, но что применять, ежели нет подлинных останков-то. Короче говоря, нашлись люди, в частности в Санкт-Петербурге, такой Агаджанян, Эмиль Агаджанян, у него несколько клиник, добрый доктор называется, стоматолог. Он провёл подробное исследование, в частности, он опубликовал в записке зубного стоматолога, такая у него есть книга, теперь она называется «Царская ложь» или «Царская ложь» или «Царская зло». Что-то такое, у него эта книга опубликована с авторством каком-то, я её не читала, не видела ещё. Он доказывает, что ужасающее состояние зубов этих трупов. Нашли вдруг под мостиком, там «Поросёнка слог» так называемый есть, и нашли под мостиком, нашли вот эти вот скелеты, скелеты, которые выдали за останки царской семьи. Всё вообще-то нереально. Вот смотрите, четвёртый череп, это под номером 4, это череп царя, а седьмой череп – это череп царицы. У них был личный дантист, вот, который приезжал из Крыма, где вдовствующая императрица, мать, то есть вдова Александра Третьего, она после революции февральской была в Крыму вместе с младшей дочерью Ольгой Александровной. Вот там был этот дантист, который приезжал в Тобольск и лечил зубы царю и царице, и девочкам. И, короче говоря, вот этот стоматолог Агаджамян из Петербурга, он удивляется, как можно приписывать эти черепа царским особам в таком жутком состоянии зубы у них. Например, у царицы 14 кариесов он обнаружил. Да. Вот. Ну и много других доказательств. Теперь они опубликовали письмо его высочеству святейшему патриарху всея Руси Кириллу с просьбой не признавать мощами эти найденные вновь обретенные останки и доказывают, почему это кощунственно. То есть вы поддерживаете эту точку зрения, что останки захоронения Петропавловской крепости являются ненастоящими? Конечно, что они не имеют никакого отношения к царской семье. Да, это так. Вот я говорю, свидетельство Медведева, участника захоронения царской ликвидации трупов. Потом свидетельство с Вики, он же сказал, что было сделано с трупами. Это два. Третье свидетельство мой старший товарищ Александр Павлович Мурзин, который работал в Москве. Вот он Брежневу Целину написал. И он лично разговаривал с Ирмаковым в свое время, будучи студентом. А кто такой Ирмаков? Один из участников расстрела, Петр Захарович. Ирмаков, как он говорил, за пельменями и водочкой подробно рассказывал, как они расправлялись с останками царской семьи. В этом Тусал Мурзин в комсомольской правде. Ну и еще японский профессор там остались в Японии будучи цесаревичем. Я вообще меня слышно, как я говорю? Да, 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 конечно, мы вас слушаем. Так вот, когда Николай II был еще цесаревичем и не вступил на престол, он был с визитом в Японию ознакомительным. Кстати, одна из его дочерей Ольга, она была сосватана с японским наследным императором. Ну так она бедненькая и осталась незамужной. Убили ее. И вот в Токио он ехал на рикше, Николай II. Его какой-то дурной полицейский стукнул с таблей по голове. он был в шляпе и оставил там глубокие две раны оставил. Его там перевязывали, препарировали ему ран в Японии. Остался платок с остатками крови и шляпа осталась. А вы знаете, а череп, который предлагается как царский, он не имеет повреждений. стрелков этой сабли. Вот. Потом Юровский, комендант дома особого назначения, он утверждает, что он стрелял в лоб, в голову, а отверстия пули нет. Вот. Потом по контуру, короче говоря, это подробно очень не стоит объяснять. Я хочу сказать, что роль латышских стрелков в этом деле какая. Свики-то Свики, он просто пришел на следующий день. Ему вдруг стали приписывать один москвич. Много очень исследователей нашлось. Если посмотреть публикации, перечень, список публикаций о царском деле, это тьма. Просто тьма. Ну, популярная тема, да, можно сказать, попсовая даже уже стала в последнее время. Да, да, да. Там много очень мир кишит с Джей Романовыми. У нас, например, в Риге есть такой мой знакомый, знакомый только по этой теме, он со мной сам познакомился, когда я, мы работали, выпускали после Тани Фаст независимую Балтийскую газету целый год. Так вот, там опубликовала статью свою, кто же убил Николая II, но она была с погрешностями документальными, неточностями. Я была убеждена, что с Вики стрелял, но на самом деле нет. Короче говоря, на меня вышел этот Грянников фамилия. Вы представляете, он нашел в Тбилиси семью Березкиных, которых выдавали за будто бы спасшуюся царскую семью. Вот таких спасшихся было много. Грянник написал книгу, две завещания Николая II. Ну, какое завещание? Да, это завещание ему, Николаю II, вот этому Березкину, который должен был изображать Николая II спасшегося, это завещание положили в гроб. Ну, а где это завещание тогда? Вот он, так утверждает Грянник. Но самое интересное, что там он нашел всех членов царской семьи, будто бы выживших, такую, делал измерения всякие, там, по всякой методике заказывал приблизительные с вероятностной точностью анализы крови. И самая младшая Белиходзе такая, она Анастасия из себя изображала, она утверждала, что она Анастасия, даже была какая-то маленькая программка на НТВ, по-моему, я еще жила в Риге, я прожила в Риге 50 лет. Вот. Он женился на Белиходзе, он женился на Белиходзе, таким образом он стал наследником двух триллионов американских долларов, которые будто бы лежали в эвуарах резервного фонда USA, Соединенных Штатов Америки. Но их никто никому не отдаст, потому что живого наследника нет. Вот. Они обращались, там целая была компания в Москве, обращались они к Ельцину, чтобы признал он эту Белиходзе, настоящую Анастасию. Ельцин не признал, обращались к Путину, вот солнце над Россией поднялось, что Путин сейчас возьмет и признает ее, эту госпожу Белиходзе, истинная Анастасия, последней дочерью Николая Второго, младшей. Потом выпустили книгу я, Анастасия, но вот умерла она, она была намного лет на 40 старше этого Гряника. она в 92 году скончалась, ну и Агрянник, он живет где-то в Риге, я ему посылала письмо в 12 году, он живет где-то в Риге, у него офис есть, ну вот единственный представитель царской семьи. Понятно. Светлана Владимировна, а вот вы говорите, что Свики утверждал, что он участвовал в расстреле, потом вы каким-то образом установили, что он не участвовал. Вы вообще, по-моему, проследили всех, судьбы всех людей, которые в этот момент служили в Ипатевском доме и устанавливали алиби для каждого из них по участию или не участию. Вот каким образом это происходило и как вы установили алиби? Ну, по документам Свики, по архивам Свики. Он, его архив, у него два архива, один хранится в военном музее в Риге, в Роховой башне там музей. До этого, там, где сейчас музей оккупации, был музей красных латышских стрелков. Все документы ушли теперь в военный музей. В этом, в архиве в Свики есть такая бумага, я ее опубликовала в книге. Там есть такая бумага, список отряда Свики, который уходил из Екатеринбурга при наступлении войск Колчака адмирала. И в этом списке у него там, да, у него там жена с ним была, Амалия, два сына, которые потом погибли, так сказать, как-то очень трагически. И вот от руки у него было написано сбоку такой список из латышских и русских фамилий. Вот. Значит, там первая фамилия стояла Сникерс Ян Мартынович. Он сидел на телефоне в доме Ипатьева, на втором этаже телефон стоял. Он дежурил на телефоне в ночь на 17 июля 1918 года. И поэтому есть основания полагать, что он не участвовал в расстреле. И он, кстати, жил он на улице Фридриха Энгельса, потом Стабу. Я жила на Стабу. Да. В двух домах. Вот. И он потом вспоминал много раз, что как вели мимо него на расстрел царскую семью. Он не понял, куда ведут, видимо. А может быть, знал. Наверное, знал. Но хорошо, что ему повезло. Он дежурил на телефоне. Царь нес на руках мальчика своего больного. Все остальные шли, женщины с подушками. Им сказали, что в городе неспокойно и могут там быть шальные пули на второй этаж, где жили пленники. Ну вот они спустились. Надо было так. Там первый этаж. В первый этаж попасть можно было, выйдя наружу в отбор со второго этажа и снова зайти в дверь рядом. Это уже первый этаж. Кстати, я в детстве была в этой комнате расстрельной. Ну, я потом, может быть, скажу. Короче говоря, там в это время присутствовали вот Каякс, он был командир у латышских стрелков, Каякс, Якоб Каякс, потом Карлис Круминш, Индриксон Фрицис, он поругался, Ильян Мартыныч Селмс, Индриксон поругался с комендантом дома Юровским. Вообще латыши-то, латышские стрелки не подчинялись Юровскому, у них было своё командование, и Индриксон с ним поссорился. Видите ли, латышские стрелки разговаривали вот с царским коммердюнером Алоизом Труппом, Трупп 2П, ну, Трупп по-латышски, наверное, и они с ним разговаривали на родном языке, это не нравилось Юровскому, конечно. Вот. И, значит, Индриксон исключается как участник. Значит, Целмс, но Целмс, его уже все признали участникам расстрела царской семьи. А вот Каекс и Круминш, они, видите ли, Каекс все-таки был командир у них. И когда свидетель Медведев, участник захоронения трупов и их транспортировки, он во время расстрела стоял снаружи на улице, около окна этой комнаты, где все происходило, и он слышал голос с иностранным акцентом. И он спрашивал у Ермакова, который там участвовал, работяк Верхесецкого завода, Ермаков, такой был бандит с большой дороги. Короче говоря, он его спрашивал впоследствии, кто у тебя там был, Петр Захарович, нерусский, а он говорит, мата загнет и ничего не скажет. Ну, может быть, полагать, что, может быть, КАЭКС участвовал в расстреле и командовал своими, так сказать, товарищами. Там был ЦЕЛМС, там был Круминж, вот, наверное, их он, так сказать, строил как надо, а может быть, возражал против расстрела. В общем, это очень трудно доказать, почти невозможно. Есть еще один интересный момент, который всплыл в последние годы, нет, в прошлом году, вот там, в этой расстрельной комнате, а там, на стене, была оставлена надпись, цитата из поэмы Гейна «Царь Валтазар» на немецком языке. В переводе означало «И в ту ночь Валтазар был убит своими холопами». И вдруг одному моему заочному знакомому Юрию Жуку, который тоже себя, так сказать, причисляет к исследователям этой темы, он выпускает книги, он себя представляет доктором каких-то наук, бывший опер, такой довольно бесцеремонный мужчина, он вдруг написал в одной из своих этих книжек, у него так, 50 строк текст, а остальное фолиан состоит из архивных документов, взятых из Государственного архива России в Москве. Да-да-да. И вот он их публикует, но это уже не публикует, потому что он уже все, что мог, сделал. И вот вдруг я читаю у него такую байку, он пишет, что вот эта надпись на стене была сделана рукой Свикки Яна Мартыновича, понимаете? Я провела, мы заплатили средства за то, чтобы провести графологическую экспертизу, я опубликовала результаты этой экспертизы до того, как этот Жук заявил о принадлежности Свикки этого текста. Вот. И мне звонила у Михалкова, он же председатель Фонда культуры России, у него есть заместительница под фамилией Чевчевадзе. Может быть, Люся, может быть, это о чем-то говорит? Нет? Ну, фамилия это известная, да? Она выпустила фильм, фильм. Она мне, кстати, она мне звонила, искала меня сначала в Латвии, но меня уже там нет. Она мне звонила, спрашивала, действительно ли Свикки не писал этот текст на стене расстрельной комнаты. Да, сказала я, не писал. У меня есть образцы, почерк Свикки. Да, более того, на следующий день в программе новостей российского телевизора первого канала РТР1 ВГТРК такой Брилев есть, журналист. вот он вдруг сообщает, что вот нашелся автор строк, вот столько лет не знали, кто это, а вот это вот Свикки и сразу показывают кадры из Риги. Девочку он послал, которая пытается проникнуть в музей, военный музей, но ее, так сказать, не очень-то принимают. Короче говоря, они спохватились, когда уже все было известно и они просто не очень были осведомлены. Светлана Владимировна, а так вот результаты этой экспертизы, они в вашей книге опубликованы? Да, конечно. Более того, они опубликованы в 2013 году в сборнике романовские чтения происходили. Это было 75 лет для расстрела царской семьи. В этом сборнике у меня они тоже опубликованы, так что доступ был. главным было бы поискать, подщательнее проверить правду. 2013 год романовские чтения, да? Светлана Владимировна? 2013 год романовские чтения были, 14-е, по-моему, романовские чтения. Это сборник есть, но я у меня есть, я же книгу, образец книги, вернее, какую-то копию посылала, Люса, там она тоже опубликована, это результат экспертизы, он там есть, так что тут не надо изобретать, все мы уже, так вот, чем я хочу еще что сказать, вот это госпожа Чепчевадзе, заместительница Никиты Михалкова по фонду русской культуры, она, они создали фильм, называется «Цареубийство», и там все время сквозной нитью проходит через этот фильм работа госпожи Молодцовой из Следственного комитета, что незаконно, как утверждают авторы письма, обращение к Кириллу, патриарху, это незаконно, следствие не закончено, поэтому разглашать результаты незаконно, на результатах делать кино, это уже, конечно, не то, что незаконно, непорядочно. Ну, в общем, одним словом, мы сегодня можем завершить наш разговор тем, что фактически вот этот трагический случай, инцидент, не знаю, не инцидент, а расстрел в Ипатевском доме в Екатеринбурге, в результате которого были уничтожены Николай II, его супруга и дети, он стал такой темой, на которой делаются деньги и в которой много спекуляций, но вот наша сегодняшняя собеседница Светлана Владимировна Ильичева, моя коллега, журналист и биограф латвийской науки установила совершенно очевидно, что останки, которые захоронены в Петропавской крепости, являются неподлинными, и многие обстоятельства, которые растиражированы в печати, являются домыслами, прямой ложью и так далее. Поэтому, наверное, мы будем ждать, что книга Светланы Владимировны хотя бы появится в электронном виде в собрании Латвийской национальной библиотеки, мы постараемся это сделать для того, чтобы все интересующиеся могли обратиться к ее труду и ознакомиться с ним и установить истину. Светлана Владимировна, спасибо вам большое за участие, я думаю, что мы когда-нибудь с вами еще раз встретимся, чтобы поговорить о латвийской науке, о людях, с которыми вы лично были знакомы, это были замечательные люди и я думаю, что стоит о них знать нашим современникам и молодому поколению. Спасибо за участие, всего доброго, программа провела... Секундочку. Да. Вот в этом году, в апреле, исполняется 10 лет со дня смерти Яниса Полиса, создателя ремонтодина противовирусного препарата. Вот мы об этом поговорим, сейчас время программы подходит к концу, ее провела Людмила Прибыльская, звугорежиссер студии Родион Золотарев, и еще раз повторяю, что с нами на прямой связи была Светлана Владимировна Ильичева из Екатеринбурга, и эту программу вы сможете увидеть на ютубе буквально через пару дней. Радио Болтко